итак приветствую вас дорогие интернет зрители с вами скудер канал ни слова об играх и это видео будет посвящено настройки настройки чего объясню сейчас сначала надо пояснить вообще с чего вдруг это все началось и к чему это все приведет в общем последние несколько дней занимался вопросом игры в гранд туризма первые две части именно с первой playstation по сети вот занялся так конкретно нашел людей в принципе через которых можно узнать какую-то было информацию вот из начально планы были наполеоновские хотелось там какой-то может быть чемпионат или что-то такое вообще найти людей кто смог бы хакнуть как бы первые две части гранд туризма ну и дабы прикрутить туда онлайн нашел ребят с ром хакинга спасибо им кстати огромное вот за подсказку в чем пообщался с ними не говорят да нет мол чувак чудо ты глобалишь как-то слишком сильно в общем чтобы хакнуть игру это понадобится может быть даже несколько лет вот мол по онлайн ты можешь и сейчас поиграть в гранд туризма я уж сильно удивился но тем не менее обрадовался чем да они мне посоветовали программу показали объяснили как что сделать и вот собственно это видео будет посвящено именно этому то есть настройки ну сначала скачки всего чего нужно покажу объясню что откуда качать ну и настроить как в общем есть эмулятор сетевой называется меднафин он позволяет играть по сети не только в playstation позволяет он на самом деле во многие приставки играть ну то есть он эмулирует сразу множество приставок но нам именно интересно сейчас то что он позволяет эмулировать playstation и именно играть по сети то есть у него встроены сразу сетевые функции прописываются серверы и в режиме на двоих принципе все это дело играется как мы в детстве играли с вами на сплитскрине на разделенном экране да то же самое будет и здесь но только удаленно не нужно никуда ходить сидишь дома и играешь в онлайн вот поэтому все нужные в общем-то файлы настройки я собрал и сейчас тогда покажу вам что нужно делать и как это все дело настраивается все давайте приступать настройки в общем первонаперво нам надо открыть google ну или какой-то там браузер каким вы пользуетесь вот постараюсь все ссылки и всю информацию дать у себя в группе поэтому вот собственно меня уже в группе есть ссылка на скачку этого дела поэтому собственно оттуда и буду брать ресурсы чтобы вам было уже удобнее ссылка будет на группу под этим роликом собственно она есть и на канале у меня вот так что подписывайтесь на группу в к вот собственно я создал группу сетевые заезды в гран-туризма заходим в нее и здесь есть ну уже раздел так скажем посвященный вот скачки всего этого дела вот видите написано скачать сетевой эмулятор меднафи это ссылка на яндекс диск нажимаем на нее попадаем собственно на яндекс диск нажимаем скачать и выбираем место куда мы будем это скачивать желательно ну качать принципе можете куда угодно но потом надо будет расположить этот файл этот эмулятор по адресу такому чтоб там не было русских букв название вот то есть закачки игрухи видите у меня все на русском не пойдет поэтому давайте сразу я скачаю его d games да вот это здесь видите меднафин у меня другой версии но этот на английском поэтому на него не смотрите тот же который я вам предлагаю скачать на русском языке гораздо удобнее так вот он у нас скачался нажимаем показать в папке вот видите д games адрес берем собственно распаковываем нажимаем правой кнопкой извлечь в папку с таким же названием и вот собственно меднафин у нас появился здесь заходим сюда нажимаем на вот этот файл по идее сейчас должна выйти ошибка так компьютер windows не знает что такое нажимаем если будет у вас также ругаться игнорируйте и в любом случае открывайте да вот вылезла ошибка но видите появились множество папок еще до этого у нас была только папка games сейчас появились многие другие папки которые нужны для работы собственно пока на этом здесь остановимся и обратимся снова в группу да и здесь у меня еще есть вот такой ресурс это bios и ps1 это тоже надо будет обязательно скачать сейчас это нужно для настройки эмулятора здесь нужные bios и я вам отобрал здесь нажимаем снова по ссылке д games до сюда же качаем потом нам учиться все скачано идем снова в эту папку осталась одна папка теперь нажимаем назад где у нас bios bios и вот скачались тоже давайте распакуем bios и ps1 здесь 3 bios а это европейский вот этот это американский это японский в принципе для игры в гран туризма по сети нам собственно нужен будет только один этот европейский но тем не менее для корректной правильной работы эмулятора playstation я вам здесь все 3 bios а подготовил в общем ладно продолжаем настройку меднафина снова заходим в папку так да наверное давайте сначала в папке сразу скинем эти bios и нажимаем копировать так заходим сюда и bios у нас должны быть хранится в папочке и в правой кнопкой вставить так есть теперь папка да давайте наверное сразу скачаем еще и гран туризма который мы будем играть здесь я вам выложил и вторую часть гран туризма и первую вторая видите в архиве первое в архиве почему-то она не выкладывалась я вам сразу двумя файлами на биновский и внешне выложил нужны оба для игры вот ну давайте гран туризма 2 аркадный диск тогда скачаем тоже сразу же так можно тогда сразу его качать в меднафин и папку games вот здесь у нас будут все игры там же его и разархивируем так весь этот принципе диск 350 мегабайт скачается достаточно быстро так все зависит конечно от интернета но я думаю 300 мегабайт скачается все достаточно быстро все готово скачалось games вот собственно извлечь так в текущую папку да здесь тоже видите в этом образе тут аж 4 файла знаю тут субтитры для чего это ну не суть главное вот у нас есть сам образ и к вешный файл запускать нам надо будет именно файл вот видите сразу отображается у нас уже все эти файлы ну то есть видит он все ахах даже раровские ну понятно что с этим работать не будет это список игр ведь у нас пополнился так ну давайте сначала его настроим сейчас он все равно работать пока не будет сначала идем в сетевую игру вот здесь в принципе уже прописан сервер на котором можно играть и даже тут список серверов достаточно обширный я использую вот именно этот gsm land потому что у меня на нем pink наименьший ну вам можно будет потом потестить но это до этого мы еще дойдем вот то есть здесь в серверах принципе вам менять ничего не нужно будет единственное вот здесь вот меняем ник но вы пишете то вам угодно я пишу естественно скудр вот здесь дальше в принципе все единственное можете вот убрать потом галочку автоматически подключаться к серверу после запуска игры ну то есть может вы не хотите именно к этому серверу коннектиться вам в игре в самом эмуляторе тогда придется сначала отконнекчиваться до сервера которому он автоматически будет подключаться а подключаться автоматическом будет естественно вот к этому серверу который у вас так дальше самое главное осталось пути прописать то есть теперь вот эти все папки он видите пока путь не видит просто название папок да но нам нужно указать ему где у нас сохраняться эти папки поочередно просто будем открывать каждый этот путь и указывать сейчас у нас просит час набрали да у нас расположена на d games и вот чтобы сам эмулятор мог пользоваться так скажем своими фирмвер это как раз папка с бюджетами там их с вами разортирировали опять же d games да имилятор позволяет записывать какие-то видео тоже гравитик и вот видите дальше у нас чем пользуйтесь не политик ну если честно не знаю что это такое но тем не менее указать стоит чтобы случиться вот почему-то да немножечко подтормаживает или нас открытием с автосельники там не будет воскраница одна из самых главных так пока быть на для резервных пор и возможно ее самому надо сознать боялись для этого делать ну это с некий кранатами видео ибо так все пути мы указали до разделе видео надо указать в принципе можно и дефолтный оставить видео драйвер но лучше оба джей поставить так звук ну тоже можете например direct sound поставить но я оставляю дефолт так здесь у нас все дальше идем в игровые платформы выбираем вот видите сколько здесь перечислено всего то есть это все платформы которые этот эмулятор может собственно говоря эмулировать и соответственно можно в онлайне играть на этих вот всех платформах по сути там если игра была предназначена для двух игроков все значит уже можно играть в онлайне через этот эмуль но нас интересует сейчас sony playstation выбираем ее и первонаперво нам надо здесь с вами указать путь вот биосом которые мы вначале скачивали вот видите европейский биос опять же открыть нажимаем и так же самое сейчас нужно будет указать папки и она у нас в фирме так 5502 ему нужен европейский вот он открываем теперь видите путь к японской версии биоса 5500 раздумывает так фирм 55 и остался североамериканские 55 тоже все это есть открываем все готово теперь у нас знает где вот лежит можно настроить немножко в эмуляторе картинку но сразу предупреждаю картинку уровня эмулятора епс икс е он не выдаст однозначно здесь будет скорее картинка примерно уровня железа playstation вот поэтому вот поэтому не пугайтесь так ну здесь лучше ставить вот hq4x то есть high quality 4 x и так здесь у нас вот предпоследний ставим принципе тестил все ну вот этот наилучший шейдер так 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 здесь все разрешение Ну, здесь в оконном режиме я вот игрался с этими цифрами Это коэффициент увеличения либо уменьшения окна Ну, для меня трешка, ну, может быть, 3,5 это оптимал на моем мониторе То есть максимальное значение 4 Это у вас, ну, почти на весь экран будет окно эмулятора Ну, и можно там 2, 2,5, единичку ставить поменьше, чтобы место занимало Вот, управление, ну, также можно здесь настроить Но мы будем с вами настраивать уже внутри эмулятора, когда мы запустим игру Вот, поэтому, в принципе, все Нам надо теперь перезапустить эмулятор, нажать выход и снова запустить его Когда он запомнит все настройки, смотрим Да, вот видите, скудер, пути все прописаны Sony, PlayStation, BIOS и тоже все есть Ну, собственно, все, можно начинать играть Давайте попробуем запустить нашу Gran Turismo Аркадный диск Так, все, вот видите, игра запустилась Сразу пошел коннект к серверу, так как у нас там стояла галочка Автоматически подключаться к серверу Так, видите, европейская версия Gran Turismo 2 у нас И сейчас нам надо настроить контроллер Потому что пока ничего не работает Если у вас нет контроллера, не беда Настраивайте на клавиатуре Чтобы настроить джойстик, надо нажать сочетание клавиш Alt Shift 1 Так, он, видите, пишет у нас Digital Gamepad 1 Для того, чтобы переключить У него есть разные пресеты настроек для разных геймпадов Тоже сочетанием клавиш Alt Shift, ну и цифры Нажимаете 1 на 2 А Да Да Мы уже настраивали именно этот А Все, ладно Сейчас мы переключимся на другой геймпад А Все, он написал, что не может менять настройки Когда подключен к серверу Тогда нам надо подключиться от сервера Все команды внутри эмулятора вводятся через Т Клавишу, ну, task Какое-то задание, да Нажимаем Главное, на английском языке, чтобы у вас клавиатура была Нажимаем клавишу T Ставим слэш И включим Q Этой командой мы, получается, от сервера отключаемся Вот Все Дисконнектед у нас произошел Он написал Теперь переключаемся на нужный нам геймпад Сочетание клавиш, повторюсь Ctrl Shift Ну и цифра Сейчас попробуем на единице, что у нас DualShock selected on port 1 Так, Dual Analog Вот Нам нужен Dual Analog Потому что у меня не DualShock Там вибрации в нем нету Просто Dual Analog То есть с двумя аналогами стиками Мы переключились на нужный контроллер Теперь нажимаем Как мы уже нажимали Alt Shift 1 Вот, видите, теперь он пишет Dual Analog 1 D-Pad И вот вводим, значит, D-Pad Up То есть это вверх у нас кнопка должна быть сейчас назначена Именно не аналоговая, а на Directional Pad Да, ну то есть где кнопки направления у нас Нажимаем Нажимаем вверх И он просит два раза подтвердить, что мы не ошиблись Нажав случайно не ту кнопку Поэтому нужно два раза одно и то же действие подтверждать То есть снова вверх нажимаем Теперь вниз Также два раза Теперь влево Тоже два раза Вправо Два раза Теперь он просит нам назначить кнопку Select Опять же два раза Start Теперь треугольник Rapid Это аналог турбокнопки У него есть здесь Ну то есть можно турбокнопки как бы вводить Я этим не пользуюсь Поэтому я Когда он попросил просто треугольник ввести Я нажал треугольник на джойстике А Rapid я просто на клаве рандомную кнопку нажму Которую я не пользуюсь Ну, чтобы кнопку таки ввести Потому что мы дальше туда не продолжим Но я и пользоваться не буду Два раза Теперь X Вводим Также Турбокнопку X он просит ввести Теперь квадрат Также квадрат турбо Теперь нолик И турбонолик Так, теперь он у нас просит L1 нажать L2 R1 И R2 Вот, теперь самое интересное Это сам аналоговый стик Вот, left analog stick Левый аналог Вверх Опять же два раза Вниз 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 Влево Вправо И это он просит Нажать левый стик То есть L3 Это Нужно нажать на левый стик Два раза так же Теперь правый стик То же самое Вверх Два раза Вниз Два раза Влево Вправо Вправо Ну и нажать так же R3 Это правый стик Нужно на него нажать Все Конфигурация закончена Теперь вот у нас Меню Можно управлять Джойстик заработал Заходим Значит В игру Снова Нужно Приконнектиться К Серверу Для этого Опять же Нажимаем кнопку Т Ставим Слэш Обязательно Палочка такая Видите И Пишем Команду Сервер То есть Нажимая Команду Сервер Вы Подключитесь К тому именно Серверу Который у вас Вот прописан Там в настройках То есть В нашем случае Сейчас это GSMuland.net Нажимаем Кнопку Enter Ну и все Вот он пишет Скудер Подконнектился Как Плеер 1 Вот Для того Чтобы играть Вдвоем Соответственно Второй игрок То же самое Все проделывает Абсолютно То же самое Также Можно настроить Все Приконнектиться Если Ну Кто из вас Грубо говоря Хочет быть Первым Плеером Кто вторым Тот Соответственно Коннектиться Первым Либо вторым Вот То есть я сейчас Как первый Плеер Если ко мне Кто-то сейчас Подключится Сюда же Он соответственно Станет вторым Плеером И Можно будет Поиграть с ним Вдвоем Гранд Туризм Соответственно Играть Естественно Можно Только В Two Player Battle Либо Можно Запустить Второй Диск Который С карьерой И Играть Там Ну там же Есть пункт У нас Battle of Memory Card То есть Биться На Memory Карточке То есть Видите Сейчас Ну я Один Как бы Сейчас Здесь Да Но Второй Игрок Также Может Будет Управлять Нижней Плотикой Соответственно Все Когда мы Играли На Двоих На Одной Приставке На Двух То есть Когда Ничем Это Отличаться Не будет Только Отличаться Это Будет Тем Что Вы Будете Находиться Ни В Одном Помещении А Даже На Разных Концах Планеты Вот Естественно Таким Макаром Вот Происходит Игра По Сети Я Вас Призываю Добавляться В группу Вконтакте Мою Ни Слово Об Играх Добавляться В Дискорд Там Вы В дальнейшем Сможете Всегда Найти Соперника Например Либо Просто Напарника С кем Вы хотите Поиграть Потеститься Заходите Тестируйте Настройки Тестируйте Пинг Да Кстати Можно Еще Также Через Команду Т Слэш Прописать Например Слово Пинг И Вы Увидите Свой Пинг Вот У меня Сейчас Пинг 124 Это Многовато На самом деле Вчера Мы Тестились С Роксом У него Пинг Был Гораздо Меньше Чем У меня У меня Был Пинг 140 У него 60 Пинг 140 Играть Конечно Можно Но Такое Достаточно Сильное Управление Получается Задержка Пусть Ты нажимаешь Кнопку А машина Реагирует Где-то После 0,2 Секунды Проход После Команду Вот Такие Дела Поэтому Я думаю Это Классная Новость Что Теперь Можно Играть В Гран Туризм Именно По Сети Можно Будет В Принципе В Дальнейшем Нам С вами Устраивать Даже Какие-то Турниры Рейтинги Кто С кем Кто Сколько Я Сейчас Надеюсь Что Вы Будете Подключаться К этому Делу Чем Больше Людей К этому Подключиться Тем Будет Круче Тем Будет Веселее Тем Быстрее Мы Эту Тему Разобьем И Будем Когда Наберем Какую-то Критическую Массу Я думаю Где-то В районе Хотя бы Человек Двадцати Будет У нас В Онлайн Можно Будет Провести Какой-то Турнир Правила Я Уже Сейчас Продумываю Поэтому Повторюсь Добавляйтесь Друзья Вот Я думаю Это Классная Тема Давно Мы Многие Из нас Мечтали Об этом Чтобы Можно Было Погонять Именно Первые Две Части В Онлайне И Такая Возможность Появилась Настраивайте Эмулятор Качайте Все Если Будут Какие-то Вопросы Задавайте Под Этим Роликом Эти Вопросы Помогу Отвечу Пишите Также В теме В Группе На слово Об играх В обсуждении Именно Этой Темы Сетевые Заезды Гран-туризма Пишите Там Свои Вопросы Может Какие-то Пожелания Какие-то Идеи У вас Есть Все Будем Обсуждать Все Принимается Внимание Вот Так что Да Теперь Такая Возможность Появилась И Добро Пожаловать В онлайн Заезды По Гран-туризму Надеюсь У вас Все Получится